Наблюдатели от российских партий, которые были в Приднестровье на выборах, не зафиксировали ни одного нарушения. Об этом сегодня в интервью нашему каналу сказала глава ЦИК Елена Городецкая. Высокую явку среди приднестровских россиян она объяснила оценкой избирателей работы депутатов Госдумы за последние пять лет. Приднестровские избиратели прочувствовали за пять лет пользу от того, что их представители есть в Государственной Думе, почувствовав и ту поддержку, которую Российская Федерация оказывает прежде всего на гуманитарном направлении. Это и реализация проекта по переходу на российскую пенсию, это возможность для обучения наших детей в Российской Федерации. Явка отражает отношение к уже проделанной работе, тем более, что на большинстве округов баллотировались те кандидаты, которые являются действующими депутатами Государственной Думы, и это оценка определенной результата их работы. Явка на российских выборах в Приднестровье в этот раз выше, чем на выборах в Госдуму в 2016. В Приднестровье было открыто 27 избирательных участков, в то время как для россиян, проживающих в Германии, их организовали 16. В новом составе Российской Госдумы Приднестровье будут представлять семь депутатов. Четверо из них – это новые лица. Елена Городецкая выразила уверенность, что избранные депутаты будут способны активно продвигать Приднестровскую повестку в парламенте России. Знание Приднестровских проблем в сочетании с желанием проявить максимум своих способностей впервые, получив мандат депутата Государственной Думы, усилит степень отстаивания нашего интереса на площадке законодательного органа как минимум. Мы должны всегда помнить о том, что сфера влияния депутатов на ситуацию гораздо шире, потому что они участвуют и в контактах с исполнительными органами. Сейчас избранные депутаты ждут подведения российским ЦИКом окончательных итогов и утверждения своих полномочий. А первое заседание нового состава Российской Госдумы пройдет на 30-й день после дня голосования.